Теракты 11 сентября 2001 года стали одной из величайших трагедий в истории США. Это было массовое убийство тысяч невинных людей, уничтожение башен-близнецов Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, нападение на символ военной мощи США Пентагон и сорванное благодаря героизму пассажиров попытка уничтожения Белого дома или Капитолия. Примерно через два с половиной года после крупнейших в истории терактов в интернете появились картинки с надписью «Never forget» — «Никогда не забудем». Сегодня дата 11 сентября и фраза «Никогда не забудем» стали неотделимыми символами ужаса терроризма. 7 декабря 1941 года японцы напали на главную базу военно-морского флота США на Тихом океане — Перл-Харбор. После этого США вступили в мировую войну. Перл-Харбор стал синонимом коварства и жестокости. Американцев возмутило, что Япония нанесла удар и лишь потом официально объявила о том, что находится в состоянии войны с Соединенными Штатами. Немедленно после этого появился лозунг «Remember Pearl Harbor» — «Помни, Перл-Харбор». Лозунг активно использовался в пропаганде военного времени. Вот, например, типичный плакат того времени «Помни, Перл-Харбор» — «Они не погибли напрасно». Эти слова даже превратились в популярную песню, которая была написана сразу после нападения и моментально стала хитом. Текст песни точно дополнил лозунг. «Скрываясь за своими разговорами о мире, они ударили наших ребят ножом в спину» — «Помни, Перл-Харбор» — преступление, которое мы никогда не забудем». В январе 1898 года в порт Гаваны вошел американский броненосец «Мэн» для защиты жизни и имущества граждан США. На Кубе тогда происходило восстание против испанского владычества, и, как любое событие такого рода, оно сопровождалось убийствами и грабежами. Через три недели броненосец взорвался и пошел ко дну, унеся с собой большинство членов экипажа. В США решили, что корабль подорвали испанцы. И хотя точную причину взрыва установить не удалось, несколько расследований пришли к выводу, что взорвалась, скорее всего, угольная пыль. После этой трагедии США объявили войну Испании. А фраза «Remember the man to hell with Spain» — «Помни, мэн, пусть Испания катится к черту» — стала бывым кличем американцев. Осада мексиканской армии старой испанской миссии в городке Аламо стала одной из важнейших событий Техасской революции. Мексиканцы несколько недель осаждали Аламо, где засели сторонники независимости Техаса, а потом взяли миссию штурмом. И по приказу главнокомандующего и правителя Мексики генерала Антонио да Сантаана пленных не брали, раненых добивали штыками. Побежденным даже отказали в достойном погребении, их тела сожгли. Это было не первое нарушение общепринятых законов и обычаев войны генералом Сантааной, который решил подавлять восстание, используя максимальную жестокость. Так, лозунг «Ремембо Аламо» «Помни Аламо» стал боевым кличем Техасов. Вскоре после взятия Аламо Техас объявил о независимости от Мексики. Армия Сантааны была разбита, а сам он взят в плен. Техас обрел независимость и позже вошел в состав США на правах штата. Слова «Помни Аламо» долгое время были американским лозунгом. Благо, среди защитников взятой штурмом миссии было много известных американцев. Слова «Помни Аламо»